Друзья, всем привет! Начало февраля у нас на дворе. На улице стоят морозы сильные. Ну, для кого сильные, для кого нет. Во всяком случае, по утрам в среднем температура минус 40, минус 41. Рыбалка пока не удается. Стоят тычки на Нарима, но Нарима почему-то плохо ловится. Жилец ловится, Нарима плохо ловится. Ну, может быть, чуть-чуть попозже, ближе к концу февраля, к началу марта он все равно должен начать нормально ловиться. И я надеюсь, тогда рыбалка будет. Ездили на днях, пытались попробовать половить Хариза. Утром было минус 40, пришлось даже все воздуховоды на снегоходе запаковывать, затыкивать, чтобы воздух из-под капота брался теплый. Приехали на речку, столько трудов, пришли на ямы, они все обловлены. То есть, кто-то успел вперед нас, как говорится, в большой семье кое-чем не щелкать. Ну, ничего страшного, как бы в этом не вижу. Придет время, в другом месте порыбачим, найдем возможность. Сегодня я хотел бы сделать обзор одного товара. С сайта Алиэкспресс пришел вот такой вот подствольный фонарик. Думаю, дай-ка я его, это, обзорчик на него запилю, может быть, кому-то будет интересно. Значит, фонарик у нас подствольный. Я тут его уже распаковывал, смотрел. Пробежим сейчас быстро по комплектации. Вообще поставляется вот в таком небольшом кейсике с мягкой внутренней наполнителем в виде поролона. У нас получается крепление, вот оно, для оружия. Ну, сам вот сюда фонарик вставляется, сюда вот под одноствольное оружие. Я покупал такой же фонарик, только без зума, он стоит на карабине, это чуть-чуть другой. Потом идет зарядник, вот, для аккумулятора, от которого он питается. Само зарядное устройство от сети. Получается, кнопка выносная, дистанционная получается. Потом у нас есть обойма для батареек. Ну, то есть, если аккумулятор сел или заряжать его негде, можно всегда взять с собой батарейку и зарядить. И получается зарядное от сети автомобиля, от прикуривателя. Ну, и сам фонарик, вот он, такой небольшой. фонарик фирмы Литвуд. Получается, диод у него здесь L2 стоит. Есть T6, есть L2. Крепление я на него уже забабахал. Оно, получается, крепление состоит из двух частей. Вот это вот под ствол ружья. Ну, его можно открутить. Так как у меня двустрольное ружье, мне пришлось заказывать заказывать еще одну приблуду. Такая вот она по виду. Это именно для двустролок. Вот она цепляется тоже на ствол. И сюда уже планка, я не знаю, как она, планка пикантини, наверное, называется. Сюда уже прибабахивается сам фонарик. То есть, вот эта часть крепления подходит к этому. Вот заказал его в сайт Алиэкспресс, маленько пролетел, заказывал себе и знакомому. На момент заказа он стоил что-то 1200 с копейками. А сейчас зашел на сайт он там что-то 1000, чуть меньше, даже 900 чем-то стоит. Ну, в общем, китайцы мутят с ценами как хотят. Все равно считаю недорогая, как бы, речица и достаточно хорошая. сейчас ее вот у меня ижик мой заготовленный. Сейчас поставлю, прикручусь сюда, посмотрю, как будет стоять. Еще хотел смотреть по кнопке. В прошлом фонарь брал была тоже такая же кнопка, но вот здесь вот смотрю, какая-то она интересная, такая двухступенчатая получается. Вот маленькая ступень, небольшая ступень. Как мне кажется, что эта ступень работает при нажатии включил и работает. А это просто при удержании. Вот прошлая фонарь у меня была такая плоская и получается ее нажимаешь, держишь, он работает. Отпускаешь, фонарь гаснет. Сейчас посмотрим как работает. здесь внутри аккумулятор большой 18 650 миломарка 3.7 вольт литиевый. О, включился. везде везде стоят уплотнительные резинки, даже фонарь будет устойчив к влаге, к дождю, к небольшому. Топить, конечно, его нельзя будет. Так, пробуем. О, замечательно. В общем, работает кнопочка от одного нажатия, нажимаешь, светит, нажал сейчас выключил. Ну, а вот это, наверное, как я и думал, что нажал, держишь, отпустил, погасло. В общем, даже очень удобно. Давайте примерим ствол ружья, посмотрим, как будет выглядеть, смотреться. Все держится на болтах. В комплекте идут такие шестигранники с каждым предметом. То есть вот садим отдельное шлое, с фонарем для утяжки вот этих исход отдельно. У меня их уже там, я не первые вещи заказываю с такими как бы это интересные и постоянно эти ключики их уже валяются там у меня штук на 10. На стол налезло. по кнопке что по кнопке хотел сказать получается здесь вот на кнопке такой материал светонакопительный и его в сумерках и в темноте очень даже хорошо видно куда нажимать удобно очень вот все готово вот так получается аккуратненько непринужденно так сказать фонарик сидит он так конечно маленько мешает но хотя можно приловчиться и ремень конечно лучше снять можно приловчиться и так и чего удобно приложился ты и не надо никуда тянуться вот эта кнопка под пальчиком указательным нажал прицелился приложился бабахнул все нормально под отвертку специально надо хорошо затягиваешь болтался ну и кнопка вот это не знаю скорее всего она мне не понадобится не пригодится потому что я бы сказал шибкая то она и не нужна кнопка это но хотя люди есть которые нравится куда-нибудь выгоните что-нибудь сделать возможно удобно вот сюда про сделал под цевьё прямо стрячивые нажал тоже думал можно сделать чтобы было удобно хотя и не столько нужно несколько режимов на фонаре светит вообще отлично ну его видно что он ярко очень светит зуб работает ну работает видно как он уменьшает увеличивает отличная вещица молодцы китайцы узкоглазые хоть я их не люблю даже честно не перевариваю но вот некоторые вещи делают они как бы нормально и недорого поэтому лично для меня это более такой подходящий вариант ну в общем все на сегодня озор закончим этот кратенький если у кого-то может быть есть вопросы кто-то что-то хотел спросить можете написать в комментариях обязательно вам отвечу может быть если что-то не рассказал по каким-то либо вещам обязательно вам напишу ну а так если понравилось видео ставьте палец вверх пишите комментарии до скорых встреч всем пока